Продолжаем выпуск. Модернизация образования должна включать в себя и укрепление системы духовно-нравственного воспитания молодежи. С этой целью с Нового года среди предметов волгоградских школьников появится и курс по основам религиозных культур и светской этики. О необходимости его включения в обучающий процесс сегодня шла речь на встречу губернатора с главами муниципалитетов. Состоялось обсуждение в Синогетского центра «Умиление». Он находится в селе Заплавном Ленинского района. Рассказывает Людмила Кухрева. Эта встреча с главами муниципалитетов прошла в детском центре православной культуры «Умиление». Он открылся шесть лет назад, построен на средства благотворителей и сюда тянутся ребята со всей округи. Дошкольное и дополнительное образование, классическая гимназия, позиция губернатора. Такие духовные центры должны быть в каждом районе области. Очень важно, чтобы наши дети и дети наших жителей Волгоградской области были правильно воспитаны. И прежде всего на основе тех общечеловеческих, таких понятных ценностей, я уже не раз говорил, это любовь к нашей земле, это семья, это многое-многое другое. Сейчас не буду повторяться. В этом-то и мы должны закладывать основы патриотического воспитания. В Волгоградской области уже разработана региональная программа по духовно-нравственному воспитанию. Главный акцент на факультативы и кружки. А в следующем году курс «Основы религиозных культур и светской этики» по новым стандартам займет достойное место и в общеобразовательной программе. Мы уже с вами приступаем к новому этапу реализации поручения президента. Это продолжение работы. Вы знаете, что 19 регионов участвовали в эксперименте по введению данного курса. И сейчас эта работа транслируется на все территории Российской Федерации. С необходимостью ввести такой предмет согласились и главы муниципальных образований. Кстати, во Фролово с успехом функционируют и православный центр, и воскресные школы. Все начинания охотно поддерживают местные власти. Решая те социальные задачи, которые перед нами поставлены, именно оно решалось в духовно-нравственном направлении. Иначе, создавая те ценности, которые мы с вами создаем, благоустраиваем территории, невозможно их сохранить без данного направления. Уже активно включились в процесс укрепления системы духовно-нравственного воспитания 16 районов Волгоградской области. До конца года такие программы должны действовать в каждом муниципалитете. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба» из Ленинского района.